Следующая тема, она близка к этому. Вот это один из самых больших деревьев на Земле. Представляет? Надеюсь, так? А вот это еще одно, одно из самых высоких. Уже сами эти деревья меня шокировали. Я не думал, что это нарисовано. Хотя я это взял в интернете, естественно. Куда мне ездить, смотреть, изучать? Не царское это дело, в смысле, не выездной я по своим материальным достаткам. А вот это замечательно чем? Дело в том, что я однажды, я сейчас скажу еще, ну такое скромное открытие, у меня они как каждую неделю, ну каждую неделю. Значит, она выглядит так. Значит, вот такие деревья имеют высоту больше 100 метров. Чтобы поднять туда воду, нужно 10 атмосфер. То, что не имеет права влага туда подниматься, это 100%. То есть 99,999%. Она не может туда подниматься. Не может. Она нужен могучий насос. Знаете, когда поднимают воду в высотные здания, делают еще подпитку. То есть подняли до 50 утра, а потом снова дальше поднимают. Уже по это, такими. Потому что невозможно. Это давление страшное. А она берет и ползет туда. Ну я придумал как. Я вначале, я случайно видел кусочек фильма, там обращали внимание на то, что есть несколько десятков версий, а все равно ученые, у меня не пришли. Ну не может вода подниматься туда. От этого зависит здоровье дерева. Ну я взял и придумал. Ну так скромно, как всегда. Во-первых, меня везет всю жизнь. Вот это Сергей Новотный. В то время он был аспирантом МГУ и дружил со мной. Один из организаторов семинара моего в Москве. Вот он после меня побывал, уже после семинара, и уже смотрел моими глазами. В Крыму и в Индии. Вот это Индия. А вот сейчас поймете к чему. Вот это столбики эти. Можете считать, что это воздушные корни. Можете считать, что это штамбы дополнительные, чтобы дерево не упало. Вот интересно. Чего я не знаю, того не знаю. Они сверху вниз растет вот это или снизу вверх. Но это уже детали. Сам принцип я поймаю. Это уже ближе к истине, да. Кстати, теперь знают. Я пытался объяснить ребенку, как. Этот способ все знают, чтобы бочку не опрокидывать. И тут берешь так, где, ну-ну-ну-ну, или полностью шланг погружаешь в воду. И когда в нем затыкаешь пальцем, когда в нем много воды, полностью это самое, теперь вылится вся бочка. А сейчас я вам покажу. Значит, вот этот снимок, он очень удачный тем, что мне его прислал Курдюма. Вот. Уникальный человек прислал уникальный снимок. Видите, как я умею рассказывать. Вот. Он мне снимок это много дал. Дело в том, что мне однажды, я был шокирован. Жаль, советское время. Тогда я несколько десятков книг прочитал, когда влекся. А они все те же и про все тоже. Ну, ясно, почему у нас и садоводство начало схереть из-за этих дебильных книг. Вот. Как бы громко не звучали эти самые должности и фамилии автора. Вот. А там я, одна меня поразила тем, что он особо не стал заморачиваться. Развесистая крона, дерево, 15 лет примерно. Он взял, автор, перевернул верх ногами, назвал это корнями и присобачил к этому. Ну, то есть, понимаете, что если вот это вот, я показываю курсором, если вот это вот крона, представим себе, что он такую же крону, но только более развесистый, разве такой, знаете, обстоятельно, вверх ногами нарисовал, назвал ее, это зеркально, назвал корнями. И заморачиваться не стал. Ну, а дальше уже с умом рассказывал о строении корней, о их, так сказать. Ну, дальше все правильно. То есть, роль корней и как они работают. Дальше все правильно. Вот. Ну, а здесь, вот. Ну, теперь вы видите, что такое дерево и кольки. И теперь вы должны понимать, я уж не хочу возвращаться к прежним вебинарам, но когда семечка, если все-таки взойдет, она знает, что вот здесь вот оно будет искать какой-то минерал. Вот. Здесь чего-то будет искать и найдет. И вот тогда вот это комплексный обед, я его так называю, вот это вот поверхностные корни, вот. Это глубинные корни, которые ищут минерально-силевой раствор. Вот. Когда здесь дождя нет, ничего, выживут. И, в общем, я что сделал, смотрите. Вот. Я нарисовал, как работает 100-метровое дерево, как поднимается вода. Значит, здесь, где ребенок у меня высасывает воду, вот она. Никакого нет этого самого. Перепад вот тут и вот тут. Никаких не, никаких не 10 страшных атмосфер, которые расплющили бы нас в лепешку, и следа бы не оставили. А разница тут 0-0-0 атмосферы. Поняли, да? Здесь то же самое происходит. Ну, не мог я это. Они все-таки так, говорят, ну, что такое, до сих пор установить него. Вот точно так же. Итак, вот это глубинные корни. А вот это корни, которые расположены чуть выше. Вот. И они так начинают работать. Вот. Если здесь идут особые сосуды, это, в принципе, речь-то идет, что все это внутри корней, вот эти вот. Это жирным, я просто сам схематично. Сюда попадает, проходит крону, и давление пошло. Да, кстати, чаще всего на астматическое давление ссылаются, говорят, что благодаря ему. Ну, я так представил себе, за счет разной концентрации будет подниматься вода. С чего бы это? Нет, тут нужно все проще. И вот получилось так, что вот она поднимается. Ну, естественно, не где вот эти линии, я вот тут в корнях, поднимается, поднимается, поднимается. Вот. Это. И она опускается уже, в этом же штампе есть сосуды, которые направлены вниз, и вот сюда. Для чего я это говорю? Не только, чтобы похвастаться, что для меня делать открытие, это, так сказать, ну, так сказать, чуть ли не по графику. Вот. Дело в том, что это роль центрального корня. Понимаете? Это я о роли центрального корня. Вот. Вы видели, я сегодня специально готовился, но я не успел, мне немножко времени не хватило. Вот. Я ходил, у меня черешни, еще несколько деревьев. В верхушке вот тут вот сухие ветки торчат. Понимаете? Вот. Я хотел их использовать для этого доказательства. А то, купят саженец, центральный корень обрублен, а еще научат специально обрубить, а потом сказки рассказывают. Когда говорят, это сотни, сотни, это такое впечатление, что вот все эти бесконечные источники, их сотни, этих журналов и газет, им обязательно задают вопрос. Саженец раз, 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 у него начало сыхать, естественно, сверху. В чем причина? Или заболели листья? Естественно, самое верхнее. Вот. И так далее. И обязательно, вот, возьмите раствор, у вас, манилиоз, у вас это, там, уже название, такие появились, это все тот же, все те же грибные болезни, вот, которые ослаблены, эти, поражают листья, ослабленные ветки, вот, это все грибные болезни. И везде, ну, пересаженное дерево, ну, калека, ну, что вы хотите? Ну, опять я начал повторяться. Вот сам принцип. Просто, когда-нибудь ученый скажет, Господи, да вот же оказывается, что проще всего-то. Потому что, это я еще так изобразил, на самом деле, перепад может быть несколько сантиметров, а значит, не давит никакая, это самое, страшная сила, на дерево, и не раздавливает его, и не препятствует прохождению этого раствора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова